Это замок российского производства компании Promix. Его можно устанавливать на внутренние и даже на калитки. Замок можно устанавливать как на левые, так и на правые двери, открываемые вовнутрь и наружу. Решил показать, как поменять направление замка. Вот здесь вот уже вот тригель поменял. Видите, он просто переставляется в нужную сторону. Вот так. Так, делаем его соосно и пытаемся запихнуть вот сюда. Все, поправо. Здесь вот есть подстопорное колечко. Вот так вот берем и сюда ставим колечко. Даже руками, без пусатиш. Все, направление замка поменял. Вот вы видите заводной ригель? А он тут есть. Смотрите. В ответной части находятся магниты и в замке находятся магниты. Когда ответная часть напротив замка, дверь закрывается и механизм внутри взводится. Когда мы подаем напряжение, дверь открывается. Это очень хорошо, что меньше деталей будет ударяться о раму двери. К примеру, на китайских замках есть вот такой ролик, который громыхает и при закрытии издает много шума и упирается в дверь. Видите, да, как работает? Как здесь? На эту дверь поставить какой-то электрозамок сложно. Ну, можно магнит, но мне бы не хотелось, что когда выключается свет, дверь открывалась. Можно защелку вот сюда, но тут нужно два профиля пилить, ничего уже тут не останется. Электрозащелку вот в раму можно, можно по идее. Чизы узкопрофильные тут некуда поставить. И вот на эту дверь я хочу попробовать поставить замок промикс. Вот здесь я поставлю уголок, чтобы вот эту площадку сюда закрепить, пластину. Здесь будет пластина и на ней будет замок. Его можно поставить на очень многие двери. На планке ответной есть пластина, есть уголок в комплекте. И если бы вот эта рама была больше, можно было бы вот так поставить уголочек и аккуратно все закрепить. Но в моем случае так не получилось. Сделал плоскость, приделал уголок. На уголок закрепил планку, ответную часть. Просто закрепил, ну винтами просверлить и закрепил. Хотелось бы, чтобы отверстия были в виде прорезей, чтобы можно было как-то позиционировать замок. Потому что пользоваться шаблоном не очень удобно. Замок разметить сложно, потому что тут магнит, он все время пытается уйти куда-то в сторону. И поэтому нужно закрепить планку ответную, а потом уже под нее подгонять замок. Соответственно, под замок, вот в моем случае, нужно было подложить шайбочки или что-то, какую-то пластину, для того, чтобы он немножко вот сюда отходил. Но, могу сказать, замок работает очень мягко. Потому что нет заводного ригеля. То есть он есть, но он в виде магнита. Вот видите, вот тут два мощных магнита на отталкивании стоит. Сюда можно подать электричество и откроется электричество. Вот тут можно установить цилиндр. Но я для теста просто посмотреть и дать обратную связь производителю. Вот сюда можно поставить цилиндр и, соответственно, открывать с внешней стороны просто ключом. А изнутри кнопкой, вот такой. У меня цвет корпуса коричневый, есть в черном и сером цвете. Очень красиво смотрится. Прям хорошо. Компании Promix удалось сделать самую удачную ответную планку. Во-первых, она сама узкая, ее можно установить на двери. Знаете, есть такие 3D-заборы, и там очень большой зазор. Вот прям вот такой. Ее можно прям туда установить, в этот зазор. Потому что планка узенькая и имеет уголок, который можно по-разному закрепить. Его можно закрепить вот так. Его можно закрепить вот так. Есть планка для того, чтобы закрепить вот таким образом. А сейчас мы разберем и посмотрим, как замок устроен... Давайте рассмотрим, как устроен замок Promix SM215. В ответной части стоят магниты, так же, как и тут. Они стоят полярностью на отталкивание. Вот эта пластина все время стремится уйти, но ей мешает вот этот выступ. На вот этом рычаге. Этот рычаг, он, видите, двигается вот так. И в зацеплении с якорем электросоленоида. Когда мы кратко подаем напряжение на эту катушку, у нас примагничивается пластинка, освобождается удерживающий элемент, и ригель уходит вовнутрь замка. Когда мы дверь открываем, у нас взводится механизм, и все по-новой. Вот это для ключа. Сюда вставляется шток цилиндра, и при повороте вот в этом отверстии у нас дверь открывается. Возможно, у меня уже не последняя версия, и сейчас этот узел немножечко будет пересмотрен производителем. Знаю, что они планировали. Конструкция очень простая. В ней используются раз, два, три, четыре пружины всего и несколько деталей. Давайте посмотрим варианты закрепления замка. Что написано в инструкции? Первое. Эта дверь открывается наружу. Видите, мы вот так вот ставим уголок, сюда крепим. Почему нет? Можно. Второй вариант. Вот здесь, обратите внимание, что замок мы смещаем в эту сторону, то есть от края двери. Накладной замок так можно делать, если дверь наружу. Почему нет? Тогда в этом случае он не будет цепляться за вот эту раму. В этом варианте мы просто через планку крепим. Если зазор небольшой, но тогда у нас вот этот язычок на замке будет за раму цепляться. Ну, в принципе, не очень страшно, но у нас вот с этой стороны вот эту планку можно переставить в обратную часть. И вот здесь, видите, заезд для... В планке в этой выбрана для вот этого заезда. Тут вопросов нет. Это всё нормально. Дверь вовнутрь. Вот таким образом, да? И через планку. От себя хочу добавить, что есть ещё вариант. Это когда очень большой зазор, а такое бывает, мы можем закрепить вот эту планку прямо в зазор. То есть вот сюда мы вот эту планку вот сюда будем закреплять. Это на дверях, которые из 3D-сетки. Там больше 5 сантиметров зазор. Вот можно как раз такой замочек туда поставить. Но с цилиндром нужно будет поколдовать, чтобы он нормально там стоял. Вот здесь важно, чтобы зазор был не больше 5 миллиметров.